мы занимаемся зарплатной аналитикой с 2008 года выпускаем раз в год аналитику по льготам и компенсациям но этот год у нас особенный эпидемия самоизоляция поэтому мы решили провести дополнительные исследования в середине года и посмотреть каким образом повлияет ну каким образом влияет повлияет ситуация с эпидемией на политику компании в области льгот и компенсации цель этого исследования это посмотреть на текущую ситуацию выявить тенденции и собственно мы не претендуем на какую-то очень там репрезентативную выборку супер точные цифры для нас важно сейчас выявить тенденции потому что в текущей ситуации и от наших участников и от наших клиентов достаточно много идет запросов с целью прояснить что же происходит на рынке труда как компании реагируют на вот происходящее но и мы соответственно готовим сейчас это исследование оно еще не вышло через неделю будет выпуск вот но сейчас я поделюсь с вами некоторыми результатами этого исследования значит в опросе у нас участвовало 25 компаний здесь представлены средства в основном это продуктовые компании с численностью от 50 и выше человек ну и суммарное количество сотрудников в этих компаниях больше 9000 давайте поговорим сначала что происходит с фондом оплаты труда это основная часть как мы знаем расходов айти компаний вот и если посмотреть вот на эти цифры мы видим следующее что примерно треть компаний вынуждена затянуть пояса 20 процентов отказались от планов по увеличению вход а семь процентов даже сократили вход вот но у большинства компании все-таки рост фонда оплата труда продолжился в нашем случае вот это 73 процента компаний вот и второй момент который нельзя не учитывать это высокий фактор неопределенности то есть у нас почти половина компании заявили что они не определились с дальнейшими планами по фонду оплаты труда во многом это такая выжидательная позиция вот но она на данный момент на рынке присутствует а значит по поводу заработной платы мы фиксируем что рост зарплату айтишников в первом полугодии он продолжался составил там по разным позициям но от 5 до 10 процентов вот и мы ожидаем сопоставимый рост до конца года вот если говорить о прогнозах то в исследовании которые мы проводили полгода назад зимой и спрашивали компании как и какие у вас планы в том числе и по росту заработной платы участники говорили о том что зарплата в этом году вырастет на 10-12 процентов то есть мы видим что рост он в рамках тех планов и прогнозов которые давали компании полгода назад и можем говорить о том что ситуация с эпидемией но на данный момент на динамику заработных плат сильного влияния не оказал важный момент который мы обнаружили давайте посмотрим что же все-таки изменилось с точки зрения политики в выплатах заработной платы мы видим две тенденции во первых происходит отказ от общего пересмотра зарплат в пользу индивидуального но для нас это такой индикатор того что собственно компании все-таки стараются экономить но это происходит в условиях продолжающегося острого дефицита ценных кадров айти специалистов которые решают задачи бизнеса вот и перераспределение происходит в сторону пересмотра индивидуального и вторая тенденция которую здесь мы можем увидеть это сократилось значительно количество ситуативных премий вопрос это экономия или не было поводов для ситуативных премий вот на наш взгляд это все-таки попытка компании снизить издержки в условиях неопределенности посмотрим что будет дальше пока пока тенденция такая так что происходит с численностью персонала ну ситуация на компании здесь оказала более значительное влияние в части компании произошли сокращения мы фиксируем примерно в каждой пятой компании сокращения вот в основном они носили локальный характер при этом рост продолжался более чем у половины компаний и на данный момент мы фиксируем что во втором полугодии планируют увеличивать штат порядка 40 процентов компании то есть тенденция в целом не поменялась хотя доля компании которые снижают количество персонала на рынке она выросла потому что на начало года таких компаний практически не было вот но и второй фактор который мы здесь отмечаем это в три раза снизилась чистая текучесть кадров собственно это говорит о том что в первом полугодии сотрудники менее активно меняли работу чем существенно менее активно это опять же можно объяснить тем что на самоизоляции какое-то первое время было достаточно проблематично пройти интервью вот но потом компании адаптировались и где-то уже с мая месяца интервью пошли но тем не менее вот количество переходов в первом полугодии было существенно ниже чем обычно вот и в связи с этим мы прогнозируем повышенную активность кандидатов во втором полугодии но если не будет каких-то форс-мажорных момент фактически на наш взгляд сейчас сформирован такой вот отложенный спрос на смену работы который еще не реализован но и по активности кандидатов мы сейчас видим что она нарастает следующий момент по поводу удаленной работы давайте посмотрим мы ожидали что самоизоляция окажет более существенное влияние на компании с точки зрения удаленной работы но на данный момент этого не произошло по-прежнему две трети компании не готовы брать сотрудников на удаленную работу у которой из других городов работает понятно что сейчас многие компании работают на удаленке но вот так чтобы взять совсем удаленного сотрудника две трети компании не готовы это делать и очень незначительная доля тех кто поменял эту политику вот за эти полгода буквально там в пределах 10 процентов ну на наш взгляд есть для этого ряд факторов один из которых это вот наверное психологическая сложность и сложность управления персоналом который работает на удаленке отчасти эта задача была решена когда люди стали работать даже вот который в пределах одного города находится на самоизоляции из дома но мы видим что компании не хотят это менять по крайней мере на данный момент для всех не хотят вводить эту систему по поводу дистанционной работы кто когда вышел выходит на работу в офис но вот подавляющее большинство компаний там близится к половине количество планирует выйти в офисы до конца августа остальные ну кто-то до конца года планирует и четверть компаний еще не приняли решение когда они выйдут в офис вот поэтому с сентября можно ожидать что существенная часть сотрудников и компаний примерно половина они уже будут работать в офис льготы и компенсации исследование показало что эпидемия и самоизоляция на льготы и компенсации сильно не повлияло соцпакеты не менялись есть незначительная тенденция к тому чтобы соцпакет сократить но она единичная то есть там более 10 процентов компаний делают это вот в основном соцпакет сохраняется вот но и такой момент что те льготы те плюшки которые были в офисе и которые в связи с работой из дому невозможно было компенсировать ну например доставка обедов или там не знаю какие-то плюшки в офисе подавляющее большинство компаний не компенсировали эти плюшки каким-то образом ну нет в офисе соответственно нет плюшки вот то что касается истории связанных с обучением английские какие-то внутри корпоративные обучающие вещи они были переведены в онбайн в остальном соцпакеты не менялись ну и отдельно вот там просто про страховку по дмс что только 20 процентов компаний они предлагали страховку с включающую ситуации связанные с ковидом данные по рынку зарплат на текущий момент здесь по основным позициям представлены я не буду их комментировать собственно наши презентации они будут доступны для загрузки для всех участников можно соответственно их получить и посмотреть вот руководство разработка по это медианы окладов соответственно вот и на данный момент мы готовим обзор по зарплатам он выйдет в конце следующей недели это уже будут самые последние данные эти данные примерно вот апрель-май так то что здесь здесь представлены вот полугодовые данные будут представлены соответственно через неделю вот точно так же как через неделю выйдет вот основной обзор по льготам и компенсациям про который я рассказал на данный момент вот если есть какие-то вопросы я готов прокомментировать и на них ответить